Учение наше чему-либо помогает нам в дальнейшем этого хотеть. А когда у нас появляется желание этого хотеть, мы к этому стремимся. Таким образом, для того, чтобы у нас появилось стремление к тому, чтобы зарабатывать деньги, или к тому, чтобы создавать какой-то бизнес, нам нужно сначала начинать с изучения желаний того, что люди умеют делать. Допустим, как кто-то шьет, как кто-то вяжет, как кто-то предпринимает, как кто-то что-то делает. Именно поэтому сетевые бизнесы, они устроены, когда все время выступают успешные лидеры, говорят, у меня вот так получилось, у меня вот так, а я вот так сделаю, а вот так. Почему? Они вас на самом деле, они не говорят вам о том, что они там чего-то достигли, они вас обучают успеху, они вам говорят буквально, раз у меня получилось, у тебя получится. И у человека появляется желание. То есть это и называется мотивация, ну и фактически это называется коучингом. То есть вот таким образом это происходит. То есть человека обучают желать, обучают стремиться к этому. Поэтому смотрите, ключевое слово не коучинг и ключевое слово не желание. Ключевое слово обучаться. Поэтому обучайтесь, тогда у вас появятся желания. А если появятся желания, то появится все остальное. Так человек, который обеспечен всем, у него нет желания, он ничего не хочет. Поэтому и неприятности появляются. Допустим, там ребенок ничего не хочет, у него появляются неприятности. Родители говорят, хватит с нами жить, давай дуй куда-нибудь. После этого он начинает где-то жить, ему необходимо зарабатывать, он начинает шевелиться, узнавать кто за счет чего там зарабатывает, начинает. Или там родители вредные, ребенок хочет от них уйти, у него целеустремленность там что-то делать. У меня была встреча когда-то, знакомая женщина, она говорит, я в селе росла, родители меня обижали, они сельским хозяйством занимались, я у свиней там убирала, коров доила и там вечно жила. Мама меня заставляла весной сажать картошку, летом убирать там, сапать. Это было с одного года, пока я себя помню, и вот до того момента, и я всю жизнь старалась. Я закончила школу на отлично. Почему? Потому что ей хотелось вырваться, а они были ее мотиваторами. Потому что мне хотелось вырваться из нищеты, уехать куда-нибудь, поэтому и родители были вредными. Мне там женщина написала, Андрей Андреевич, а скажите, вот у меня проблема жизненная такая существенная, я живу в семье, но когда вижу отца, я прямо ненавижу. Смотрите, мир так устроен, это большое количество событий, но это выглядит так. Вам, грубо, жизнь дает мяч, и этот мяч он вам принадлежит, то есть какое-либо событие условно можно обозначить мячом. Вам этот мяч бросает жизнь, вы этот мяч хватаете, и у вас есть два варианта. Забрать себе этот мяч и отпустить сзади, чтобы он дальше катился от вас. И второй, оттолкнуть этот мяч. Вот смотрите, когда человек не принимает, то он бросает в будущее мяч вновь. Отца вижу и там бешусь. Вы толкайте вновь мяч, и он будет вновь вас прилетать. И вы толкайте вновь. А что вам необходимо сделать? Вам нужно сказать, ну и что? То есть, да, было, но это будет, вы сначала, ну и что, оттолкнете одну десятую мяча назад, потому что вы еще не принимаете, а чуть-чуть больше вперед. А потом через время полмяча вперед, а потом через время теннисный мячик, а потом теннисный шарик, а потом маленькую бусину, а потом маленькое перышко, а потом одну молекулу, и на этом все завершится. Это процесс длительный, но он единственно возможный. Не отталкивайте то, что вам не нравится, научитесь перелетать. Говорите, ну и что? Тю, это волшебные слова.